Скоро Кнут свернул на тропинку, которая вела прямо в Киекайский лес. Повторю-ка, я спряжение глагол. Я обедаю, ты обедаешь, он, она, оно обедает, мы обедаем, вы обедаете, они обедают. Да, богачи они всегда обедают, каждый день. А вот мы далеко не так... Ребята, привет, слышно? И почему это так получаем? Не успел Кнут ответить себе на этот трудный вопрос, как вдруг увидел маленького, сухонького старича. Слышно голос? Привет! Отлично! Ну, собственно, формат какой-то новый, для меня во всяком случае точно. Впервые, так сказать, пользуюсь этой всей истории. Ну, затея следующая. Ну, во-первых, с вами пообщаться немножко, если... Здравствуйте! Вот, есть такая идея, иногда показывать в начале, скажем так, эфира песню в акустическом варианте, а в конце в более-менее электронном, электронно-акустическом, скажем так. Вот. Как вы на это смотрите? Я думаю, нормально. Очень хорошо, что отлично слышно. Вот. А так пока... Если кто хочет попробовать в прямой эфир вписаться, пробуйте, давайте, потому что я вообще не понимаю, как это, что происходит. Петь. Да, попробую попеть. Вроде здоровье позволяет. Вот. И как раз с нее, я думаю, что с этой песни, про которую я сказал, я и начну. Вот. Пока работаем с таким звуком, как вот мобильное приложение, скажем так. Но я обязательно разберусь и сделаю звук нормальным. Ну, в следующий раз, наверное, чтобы было все прям идеально. Сейчас пока так. Давайте попробуем с гитарой, скажем так, исполнить песню, а вы скажете, как слышно ли, понятно, непонятно, потому что сейчас для меня это новая история абсолютно. Вот. Ну, раз такая вот тема, то попробуем. Где-то на краю земли Жил один чудак Он не верил никому Делал все не так Говорили про него Что кому-то друг, кому-то враг Так он жил наперекор всем законам И богам Горная река Горная река Бурное течение Был на облаках А теперь падение Ты так быстро поднимался Так же быстро упал То, чем раньше гордился, навсегда потерял Ты убегаешь в пустоту Ты убегаешь в пустоту Я провожаю тебя Ты был все время там наверху А теперь ты далеко А теперь ты далеко Далеко Кто-то далеко Кто-то далеко И увидели тебя И увидели тебя Через много лет И ведь верили друзья В чудо на земле А тебе ведь все равно Ты как жил, так и живешь А враги смотрели вверх Ждя, когда ты упадешь Повесть прочитав Автора ты проклянешь Пожелав ему ты зла В сердце нож поткнешь А ведь он такой же Как и ты Может быть немного скромней Но с каждым своим словом Он становится смелее Вот так вот И вот эту песню в конце я вам покажу В более-менее другой аранжировке Ну как в более-менее В радикально другой аранжировке Вот Пока это будет все идти Через микрофончик телефона Ну а потом наладим историю И будет покачественнее звук Ну рассказывайте Как вы в карантине сидите Мы достаточно скучно Если честно Потому что Напугали народ Журковато Именно вот даже не от самой болезни Многие люди говорят Что это Перераздутая всякая тема Очень раздутая Но людей напугали капитально Вот Сидим Пытаемся Как-то себя чем-то занимать Вот Как Вадим Роман Саша Вадим В интервью ответил Что он у мамы В Екатеринбурге Насколько я понимаю Роман Роман Нормальный роман Насколько я знаю Занимается Тоже Вчера с ним связывались Вроде как Тоже песнями Занимается Вот А Саша Саша тут недалеко живет Ну Домашничают Все домашничают Кто Нет Ребят Кто Сейчас песню исполнить Не смогу Потому что Давно ее не играл Но Идея восстановить ее Реанимировать Скажем так И сделать из нее Что-то С учетом Каких-то новых Навыков Есть идея Я думаю Что да На работу выгнали А мы завалены Работой Мечтаю С гитарой Необычно видеть Ну да Мне самому себя С гитарой Необычно видеть Вот Про звук Напишите пожалуйста Как вот Было слышно Гитару Там Голос Потому что Телефон Не самый Такой Хороший микрофон Сомнения О Дэн 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 Мой одногруппник Привет Дэн Очень рад тебя видеть Слышать Читать Вот Мы в этом году Не будем гастролировать Но это скорее К директорату Нашему вопрос Я Конечно за Чтоб гастролировали Все я думаю За чтоб гастролировали А в какой форме И как это уже Решают наши Скажем так Директора Вадим Вот так вот Спасибо Хорошо было слышно Было Это прекрасно Звук прекрасный А фоно слышно Интересно Есть такая история Блин Я вот не дотянусь А так всем махал Всем машу Надо было гастролировать Что значит Было Надо Я думаю Какую-то форму Песни Приобретут Когда То есть будет Некий концепт Ну я про свои песни В данном случае Говорю А так Пока они все По раздельности Никакого смысла В этом не вижу Вообще Фант Ну фант Тоже Прикольно Вот Задавайте Если что Вопросы Ребят Потому что Я Немного стесняюсь Мне Откуда знаешь Все тексты Андрей Ты в юности Да С юности С Ранней юности Скажем так С первого альбома Поэтому тексты Ну не все Конечно знаю Но Очень много Онлайн концерт Не хотите организовать Ну вы знаете Конечно Сейчас это тренд Такой Все В заточении сидят Вот И Многие группы Делают онлайн концерты Ну Я думаю Что Как-то это все В какой-то форме Должно произойти Но опять же За всех отвечать не могу Потому что У нас все-таки Командный спорт Если это так Можно назвать Нет Сериал Чернобыль Не смотрю Буквально Недавно Посмотрел Пересмотрел Две части Фильма Карантин Ужасы Ну Грешок есть Люблю ужасы Танюша Сестренка Привет Как у вас там В Красноярске Что-то Как-то прям Волнительно Ну Концерт в акустике Свой например Тоже Ну Концерт не в акустике Можно сделать Можно Изначально записать Некую концептуальную историю Можно и в акустике В чем угодно Главное Чтобы это был В моем понимании Главное Чтобы это был концепт А не просто Набор песен Каких-то Набор Набор песен У меня Если честно Закончился Наверное В классе 10 Когда пели Когда собирались Все ребятами И пели Кто что знает Вот Это было просто Набор песен А сейчас Мысли уже К сожалению Наверное Такие Хочется компактно Все это сделать И чтобы это была Как книга То есть От начала до конца Некая история Сегодня было холодно В Красноярске Гулять хочется Но нельзя Ребята Держитесь Ужасы круто Да Ужасы Это моя Моя слабость Вашу собачку Не просят В аренду Погулять Сегодня встретил Бабулю Которая Очень была рада Ее увидеть Ну Ходит на улице Очень мало людей На самом деле Вот я вышел Сегодня пройтись Потому что Тяжеловато сидеть Постоянно дома Благо солнце Опять же Витаминчики Все дела Вот Люди как-то На свой страх и риск Не боясь Этих штрафов Дурацких Которые пока Даже вообще Непонятно Что это такое Но однако О них говорят Вот Гуляют Даже с детьми Даже на скейтах Катаются Кто-то Вот из соседей У нас Да Соседка На велике Ну Кто как может Я думаю На велике удобнее Можно Умчать Если что Просто Свалить Какие любимые Какие любимые фильмы Ужасов Да Любимых Ужасов Прям Любимых Ужасов Нет Просто Знаете Атмосфера Фильмов Ужасов Она Вот Меня лично Она За редким Исключением Напрягает Скорее наоборот Расслабляет Потому что Вот так Как-то сложилось Привет от эха Из Рязани Ваня Ваня Игнатов Привет Блин Вот интернет Как Собакина зовут Собакина зовут Бонита Боня Вот Имя Придумывал не я Поэтому Но я не против Вот Так что Как-то так Ребята Я думаю Что наверное Сейчас через пару минут Еще одну песенку Спеть Другую Да Но вы про эту первую Не забывайте В конце будет сюрприз Вот Чем вы занимаетесь Когда нет концертов Не про карантин И вообще есть Постоянная работа Наш коллектив Это и есть Наша постоянная работа Потому что Совмещать с чем-то другим У меня лично Не получается Я могу даже По секрету Вам сказать Такую историю Что Когда начиналось Начинался проект С Вадимом То Мой багаж знаний По клавишам Был Абсолютно Минимален Вот И Можно так сказать Что постепенно Постепенно Я учусь Вот А это отнимает Очень много времени Сил Каких-то сторонних Проектов нет В общем-то Правда На самом деле Если Одному Одной вещи Отдаешься То на другую Просто Не хватает Ни сил Ни нервов Ни средств Не На улицах Не узнают Соседи узнают И то Они узнали Не от меня Опять же Вот У нас В Ясенево Все выперли Сегодня науку Ну В Ясенево Значит Следующее Через две недельки Мне кажется Будет опять Что-нибудь Интересное Мы скучаем По вашим Общим концертам С группой Я тоже скучаю Мы все скучаем Вот Ребят Давайте Я вам еще Песенку спою Попробую Во всяком случае Сто лет тоже на гитаре Не играл Песня называется Даром Говори Не просто Я пойму Я уйду В себя Но не сегодня Сном красивым Я к тебе Приду Расскажу Тебе Как тут Спокойно Ветер Шепчет По утру Солнце Греет Тело Смотрит Небо Утону Я в его глазах И буду Первым Даром И не в профи А в глаз С одним ударом Даром И не в профи А в глаз С одним ударом Попроси меня И хорошо Будет нам вдвоем И даже лучше Рядом ты Меня еще Разгадать не сможешь Круче Круче Выше Солнце Даром Прямо в глаз Одним ударом Небо Слышит И оно Письмо Мне пишет Даром И не в профи А в глаз Одним ударом Даром И не в профи А в глаз Одним ударом Солнце Просит Ветер Гонит Не пойму Кого Уронит Злая Шутка Проиграла Ты Меня Не Потеряла Даром И не в профи А в глаз Одним ударом Даром И не в профи А в глаз Одним ударом Вот как-то так Ну что еще у вас Интересного происходит Я тут Издалека сижу Смотрю пока Машу всем Вновь прибывшим Спасибо, что пришли Да, песня Достаточно Такая Зрелая По содержанию На мой взгляд Вот У вас что Помимо карантина Происходит Ну Работают И дома сидят Правильно Андрей С тобой интересно Спасибо большое На нашествие Собираетесь Выступать Ну тут тоже От одного желания Вы поймите От одного желания Мало что зависит Вот Я хочу везде Я думаю Что ребята наши Тоже хотят везде Как можно больше Как можно чаще Как можно массивнее Скажем так Но есть Помимо желания Есть еще Работа Над этим Над этими желаниями Чтобы они Воплощались В жизнь Вот Мы стараемся Изо всех сил Вот это правильно Про книги Новости Запейте На них Там такая чушь Мы в Челябинске Отходим от последствий Урагана У вас ураган был Ничего себе Мне тоже приятно Вас видеть Ваши аватарки Во всяком случае Вот Андрей Считаете себя Счастливым человеком И как считаете В чем секрет счастья Вы знаете Вопрос такой Глубокий Наверное Проще всего Сказать Что да Считаю Потому что Если Как Я считаю Вот если взять Чистый лист бумаги И на нем Написать Просто пополам Его поделить И написать Очевидные Для себя Плюсы Допустим Слева И очевидные Для себя Минусы Такие Объективные Да Вот То Плюсов Определенно Будет больше Но это чистая Математика Можно сказать Что счастливый Но есть Какие-то Природные Ощущения Которые Которые Неконтролируемые Скажем Так И вот Когда эти Ощущения Приходят То Бывает Так Что я думаю Что любой Человек Чувствует Себя Не то Чтобы Несчастным А Каким-то Ну Интересные Скажем Так Ощущения Да Вот Несчастьем Это не назовешь Но вы знаете На самом деле Когда Чувствуешь Какие-то Штуки То Чувствуешь Себя Живым Я думаю Каждый Из вас Об этом Прекрасно Знает То есть Сказать Счастливый Человек Или Несчастливый Однозначного Ответа Нет Ни у кого Мне кажется А как Вы пришли К музыке В целом Да как Через Кусочек Музыкальной Школы Через Пластинки Журнала Кругозор Вот Друзья Играть Учились На гитаре Как-то Постепенно То есть Такого Такого Тоже нет Что вот Бац И пришел Не У некоторых Товарищей Так случается Когда Музыкальная Школа Потом Там Училище Музыкальное Потом Консерватория Они постепенно Идут к этому А У меня Без этого Всего По большому счету Я нигде Полноценно Не учился Ну и Я и не говорю Что я Умею Что-то делать На сто процентов Потому что Век живи Век учись Счастье Это Отсутствие Несчастья Ну видимо Да Наверное Вот понимаете Тоже такая тема Что все пытаются Упростить Как-то все это То есть Да нет Черное Белое А оно Ж не так По темпераменту Да Разный Разный Ну больше Спокойный Потому что Я могу Как бы Тоже за себя Сказать Что у меня Так Уже Хватило Хочется Правда Какого-то Спокойствия Даже не то Что спокойствия А понимание Того Что тебя Ожидает Через 5-10 минут Хотя Опять же Сейчас так Подумал Через 5 минут По-другому Не было желания Поменять что-нибудь В прошлой жизни Чтобы Да Было Неоднократно Но Вы знаете Тоже Такие моменты Были Вот Я думаю Тоже у каждого Когда В Бессознательном Что-ли Так Возрасте Или Когда еще Не до конца Отвечаешь За свои поступки Ты можешь Брякнуть Что-нибудь Сказать Такое Такое Этакое Что На тот момент Тебе не кажется Это чем-то Таким Сверхъестественным А Спустя Какое-то время Ты понимаешь Что-то человек Причинил Просто капитальные Какие-то Вплоть до страданий Да Вот такие вот темы Ну Бывало у меня Я так скажу Что Спустя какое-то время Достаточно продолжительное Я находил Того человека Даже нескольких людей Вот И Мы садились Разговаривали О той ситуации И Закрывали ее Да Так бывало Ну И вот это событие Которое произошло Оно естественно Тут же меняет Все остальное Это вот как Нечто подобное В фильме Эффект бабочки Описано Как вы вообще Встретились с Вадимом С Вадимом Встретились мы 2005 Или 2006 Год Через Наше радио Проект был Герой нашего времени По-моему Что-то такое Андрей Сохраня Эфир Не могу Дальше Смотреть Пока Всего доброго Вот Маша Привет Так Ребят Я за водичкой Сгоняю Быстренько Встретились с Вадимом Встретились с Вадимом Если вопросы какие-то Вот они проскакивают Просто я не все Как вы относитесь К флешмобам Я имею ввиду Если вопросы проскакивают И я не успеваю Просто увидеть То не стесняйтесь Спрашивать еще К флешмобам Здорово Это смотрится Очень здорово Я помню Когда на Брате 2 В Крокусе По-моему Подняли Лицо Сергея Бодрова Ну я на сцене У меня были Мокрые глаза И так от этой песни Постоянно мокрые глаза Ну так вот Если руку На сердце положить Да Ну какие-то такие Штуки Они конечно Впечатляют А до Вадима В каких-то Ну вы знаете До Вадима У меня был такой Период в жизни Что Когда-то еще По юности Вот я выкладывал У себя в телеге В телеграме Одну песню А потом еще Вконтакте Одну песню 95-го года Это у нас была Еще школьная история Группа Называлась Тени И это мои Школьные друзья И соседи По улице Вот Мы играли Что-то Пытались Такой Поп Лирик Рок Скажем так Был То есть Про любовь Про поиск смыслов Там что-то такое было Ну более-менее Пытались как-то Все это Воедино собрать Вот Была такая группа Тени Вот Даже на каком-то Металлическом Ну так как мы были Одни Из немногих В городе Насколько я помню Одна молодая группа Остальные были Все такие дядки Старенькие Уже Играли по кабакам А мы пытались Что-то свое Вот Да Тени Вот Тени Солнечное утро Слава Здарова Солнечное утро Ну возможно В следующем Каком-нибудь эфирчике Подготовлю ее Надо слова вспомнить Просто Как это давно было Вот Группа Тени Потом школа закончилась Уехал В другой город учиться И группа Как таковой не стала Но что-то записывал Буду периодически Выкладывать Это все в Телеграме Вот Ну первое Где появляется Это Телега Потом ВКонтакте Потом Ютуб Вот Будем выкладывать Почему закрыли Коммент ВК Кто закрыл Спасибо Что были год назад У нас Для нашего города Это было Всегда рады Всегда рады Ребята Мы тоже Многие события Вспоминаем Вот Сколько мы уже В эфире Кто-нибудь скажет А то у меня часы Даже на компейне Часов Хотелось бы Чтобы не скучно было Еще одну песенку Спеть поболтать И Показать вам все-таки Такую вот Первую песню Которую пел В немножко Другой аранжировке Я закрыл комментарии Где я закрыл у себя комментарии В какой-то публикации Быть может Нет Я не закрывал нигде комментарии Андрей Пролистай Еще вопросы сверху Интересно Про сердцебиение А еще раз Спросите про сердцебиение Может я отходил просто Мне листать Если я начну листать У меня мобильник упадет Я его еле закрепил здесь Почему Роланда Например не Корк Вы имеете ввиду Рабочая станция Которая у меня на концерте стоит Ну именно потому что Она рабочая станция Вот Поэтому Роланд Ну на тот момент Показалось что Того что Она содержит Хватит Для реализации Того что мы хотим Ну хотя бы Частично Потому что У нас такая Сквозная клавишная структура Скажем так То есть Одной клавиши Дело не ограничивается Андрей Я тебя все равно В вертолет посажу Вот Полетим Обязательно Как только все это Безобразие закончится Полетим В Владивостоке Два с чем-то Ничего себе У вас там Господи Мы вспоминаем Постоянно о вас Женя На стене Комменты закрыты у тебя Посмотри пожалуйста А Надо посмотреть Может просто закрывал Когда Откроем Твоя история ВК открыта Не для всех Вот так вот Странно Надо настройки Приватности Посмотреть Андрей Дублирую Про сверцепение Расскажите Про работу Над клипом Давайте попробуем Значит Как это было Я тогда Работал Начнем с того Что тогда Коллектив Группа Агата Кристи Была живее Всех живых Вот И По-моему Это было На стадии Написания Записывания Альбома Эпилог Вот И вот эту песню Сердцебиение Ну Эта история Это известная На самом деле Вадим уже рассказывал Да все уже рассказывали Вот Поехали снимать Клип Для По-моему Антикиллер 3 Что-то такое То есть Эта песня Вошла В фильм Антикиллер 3 А я поехал Снимать Бэкстейдж Ну просто Как это все происходит На маленькую Ботовую камеру Вот Я это все Дело снимал Вот все Дубли с разных Точек Там вот это все Ну как бы Просто хотел Сделать отчетник Просто Простой отчетник Вот А получилось так Что Тот Клип Который снимали Он так и Не вышел По каким причинам Я не знаю А того материала Который наснимал я Ну Худо-бедно Скажем так Нельзя хвастаться Что это Какие-то там Супер съемки Они не супер Они обыкновенные Обыкновенные Такие вот Просто прямые кадры Скажем так Вот Хватило для того Чтобы полностью Песню Полотно песни Закрыть Вот И Так как Больше видео Никакого не было Ребята Приняли решение Что пусть это будет Вот официальным Видео этой песни Оно такое Аскетичное Достаточно получилось Но Как получилось Так получилось Давно Это да Это была Агата Кристи Тогда еще Круто Планируете онлайн Концерт Ребят Мы руками Ногами За любую Деятельность Вот Сказать вам Да или нет Ну давайте Скажу Ну да Вот Я просто Не могу Сказать Когда Так это Вы сердцебиение Сняли Да Вот тот Самый Черно-белый Клип Где Просто Музыканты Где Да Это Это моя Работа Ну Как работа Я вам говорю Это планировался Просто отчет Отчетник То есть Вот такой Бэкстейдж Как его называют Это было снято Абсолютно Не специально Это вот Как есть Просто те детали Которые там проскочили Их хватило Для того Чтобы заполнить Перекрыть полотно Ты сегодня споешь Мою любимую Кто не ребят Володя Не спою Кто сегодня Надо Вот к следующему Эфиру Я думаю Я подготовлюсь Получше Вот я сегодня Три песенки Себе вот накидал А две уже спел Вот И песня Классный Клип хороший Ну Спасибо ребят Песня главная Там Там видео Вторичное На самом деле Андрей очень рад Спасибо большое Клип прекрасный Надо же Даже не специально Не специально абсолютно То есть не планировалось Что это будет клип Я ее тоже ждала Друзья Будет кто Обязательно В следующий раз Я получше подготовлюсь Потому что Ну вот наверное Сейчас исходя Из ваших Каких-то пожеланий Следующие эфиры Сформируем Мне просто очень важно Понимать какой звук Но я потом В трансляции послушаю Если более-менее Приемлемо Хочется чтобы было Вообще По взрослому Вот Но пока это все Происходит с мобилы Не очень понятно Что я не слышу Вообще Что там происходит Почему Вадим Самойлов Основил концертную деятельность Вопрос к Вадиму Самойлову Вот Тяжело без выступления Конечно тяжело Скучаем Андрей Спасибо за то Вы Настоящий Спасибо вам Выходите чаще в эфир С вами интересно Спасибо ребят Я буду стараться Почаще выходить в эфир Сейчас Непонятно сколько Это вся история продлится Нужно просто Какой-то повод давать Для того чтобы поговорить Потому что просто так Ну вышел в эфир Ну что давайте балакать О чем-то там Непонятном Вот Возможно Сейчас вот Под той фотографией Которой я анонсировал Которой я анонсировал Вот этот вот эфир В инстаграме Вы накидайте вопросы Или там Какие-то штуки Что вам интересно И я подготовлюсь К следующему эфиру И все вам Подробненько расскажу По мере возможности По мере желания По мере Скажем так Сил Спасибо Очень уютный эфир Меня я волнуюсь Если честно На какой последний концерт Вы ходили И какой группы Я ходил Ну Я ходил На 7Б Да В начале этого года На 7Б ходил У них юбилейная история Это наши друзья Вот И я ходил Я просто к ним Никуда в гримерке не лез Просто Мы ходили Скажем так Вот Сели Прям сбоку Сверху Смотрел Я очень люблю смотреть Именно в деталях Это как помню На Линкен Парк Я в Олимпийский Ходил Представляете Нет уже ни Честера Нет Олимпийского Нет А я ходил на концерт Линкен Парк В Олимпийский И вот я сзади За звукорежиссерской Встал И просто смотрел Наблюдал за всем происходящим Было очень интересно Обычные беседы Ну то есть Вот такое восприятие концертов Мне тоже очень интересно То есть Хотя в свое время Я переходил на концерты И где только не участвовал И в слэмах Во всяких дурацких Ну во всей вот этой вот Такой концертной Движухе Вот Вадим борщ Мама готовит А вы умеете готовить Да я умею готовить Вот Но Насколько вкусно Не мне судить Вот честно Потому что Я себе Я себя сам всегда успокаиваю Когда пересолю там Или что-то Я говорю Вот это значит Я вот здесь вот там Здесь пересолил Там не посолю Все перемешаю И все будет вкусно Готовить умею А есть любимые песни Симба Нет Очень много хороших у них песен Как-то отдельно Что-то не выделяю Вот Ребята Вопросы убегают Если что Простите Если не отвечаю Мне тоже интересно Он умеет Говорит умею Да Здесь все свои Вот Как-то так Ребят Спасибо что интересуетесь Давно занимаетесь музыкой Ну Что значит занимаюсь Опять же Такой термин Занимаюсь Занимаюсь я каждый день Ею И наверное С Лет Восьми Наверное Но Насколько Это правильные Были занятия Или это так Просто Ну Понимаете Взял гитару Выучил песню Цоя когда-то Да Значит занимаешься музыкой Мы тогда так думали Оказывается Когда Происходит что-то Когда ты Начинаешь Черные клавиши От белых отличать Уже понимаешь Что те аккорды Они А в тот момент Ты занимался музыкой Может эфир Может эфир С МК По кулинарии Ну Не знаю Ребят Я эти штуки Все не люблю Если честно Программа С МАК Есть уже Потом Много Всяких Интересных Блогеров Которые Хапчиками Занимаются Петиция В прямом эфире Группой Было бы очень здорово Ребят Но на самом деле Мы бы собирались На нашей Реб-точке Вот На Базе Но Вот эти Непонятные Какие-то Истории С перемещением По городу С какими-то Пропусками Они до конца Еще не ясны Екатерина Родина Привет Ваша любимая Песня В исполнении С ДК Тоже не выделяю Нет любимых Песен Есть песни Которые Ну Две песни На которых У меня Глаза мокрые Это Никогда И чудеса Вот И В общем Давайте Я мысль Закончу По поводу Онлайн репетиций В принципе Мы об этом Уже давно Вы даже Не представляете Вот был Недавний концерт Один из первых В стране Бедвашники По-моему Ребята Сделали На око Вот А за неделю До этого Мы с ребятами На студии Причем Я помню С Никитой Сидели Обсуждали Думаю Ну что делать У кого концертов нет Такие вот Ну видимо Идея она в воздухе Висит Просто кто-то За нее быстрее Цепляется Кто-то Не быстрее Вот Как только Свободное Перемещение По городу Начнется Вот такое Именно свободное Потому что Ну правда Не хочется ехать И чтобы Какой-то Неправильно Понимающий Ситуацию Милиционер Тебя взял И просто там Ну Испортил тебе Настроение Скажем так Расскажи Чем занимались До работы В коллективе Учился 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 Вкратце Будут ли концерты С Вадимом В этом году Ребят Ну Вот по поводу Кому Наверняка будут Наверняка будут Когда В какой форме Не понимаю Не могу Я так говорить Вам ничего Пейте Пейте воду Предполагают Наличие Бэкстейджа Вот А Бэкстейджа Без концерта Без какого-то Без какой-то Активности Они не существуют У меня нет Татуировок Нету Обрезай на 7 мая Приедешь Чтоб попов Воскрес там Я подумаю Би-2 Нереально круто Концерт Организовали Да Наверное Я не видел Ребята Песня Такая Очень Мохнатая Скажем так С тех пор Очень много Воды утекло Но песня Осталась Заволновалась И так же Быстро Успокоилась Море Где я Ни разу Не был Море Где по картинкам И по книгам Мне побывать Наверное Стоит Чтобы услышать Шум прибоя Увидеть Как по ветру Чайки Сопровождают Помогают Дельфины Тем За кого Решают Будут Они Дарить На суше Тепло И радость Очень Нужно И не дадут В обиду Силе Подводной Нет Не быть Могиле Наверное Зря Пою Об этом Я Никогда На море Не был А если Буду Забываю То Расскажу Об этом Детям Которых Нет Пока На свете Вот Не Ребят Агату Кристи Ее Как под гитару Петь Какие песни Можно спеть Под гитару Наверное Кто-то Сможет Я Настолько Привык К форме Избаться Черную Луну Да Да Не за что Ребят Сколько уже В эфире сидим Часов нет Вот серьезно А на телефоне Не видно Когда учились На радиотехнике Как представляли Своё будущее Насколько совпало Вообще Ну как Радиоинженерная Профессия Она предполагает Общение с техникой Да Сообщение с техникой Совпало В принципе Да Общение с той техникой На которой учился Не совпало Потому что Когда я закончил Радиоакадемию Вот Были очень кризисные Скажем так Времена Когда Не было работы Вообще То есть Буквально там За год До этого В стране Случился Жесткий кризис О Сорок минут Уже сидим Отлично В стране Случился Жесткий кризис И профессию Профессия На которой На которой Я учился Перестала быть Нужна вообще Вот Ну Заводы позакрывали Перспектив никаких Вот И в общем-то Об этот кризис Сломалась моя И военно-учетная Специальность И В общем-то Гражданская специальность Но Сломалась частично Потому что Как бы То что написано В дипломе Да Я этим не занимаюсь И к сожалению Наверное Уже никогда Не буду заниматься Потому что Для любой работы Нужна постоянная практика Вот Этой практики Нет уже очень много лет Но есть другая практика Есть Как бы Навыки Которые приобретены И в том числе Благодаря тем знаниям Которые были получены В радиоакадемии То есть умение Пользоваться литературой В общем-то Незакрытой Незакрытая Забрала перед Какими-то Штуками техническими Вот Но Как-то так Вот Я вот думаю Вы вначале Слышали детское радио Которое звучало Оно само включилось Я просто нажал Play О, в смысле Прямую эфир кнопочку А радио само включилось Вот на JBL Будут ли выложены Записи легендарного Концерта Для своих Вы знаете Мне По моим ощущениям Да Будет выложено Просто год Год начинается Так как-то Просто как-то Вот Как-то вот Вообще непонятно Почему выбрали Именно клавишные Я не мультиинструменталист Почему выбрал Именно клавишные Ну Мне электронная Вот эта вся история Ближе Вот И Так как я В принципе Занимался до этого Каким-то программированием Какую-то музыку писал Даже для Там документальных Фильмов Вот Оно само Напросилось Потихонечку Изучать вот эти Клавишные штуки Ну Помимо софтовых Каких-то вещей Есть еще Харт-оборудование Вот И там Конечно Космос Вот там Образование Радиотехническое Оно очень сильно Помогает Ты открываешь Мануалы В принципе Ничего страшного Там нет Просто много Информации Вот Клавиши Сами собой Потому что Это вот Да мне самому нравится Очень Просто не хватает Еще навыков Но учимся Год високосный Вот это трындец Ну Если Этим можно себя Как-то успокоить То да Ну Жесткий год Жестко начинается Конечно Прям Прям так Как Я такого не помню Если честно Володя Володя Привет Давайте там В Новосибе Не болейте Говорят У вас там Какая-то Хотя у вас там Вектор Надеюсь Он справится И поможет нам Андрей Отлично выглядишь В чем секрет Ребят Красота в глазах Смотрящего Скажем так Сложно вести Прямой эфир Ведь по сути Общаешься с телефоном Перед самим Перед самим Эфиром Меня Немножко Даже Трусило Как перед Концертом Сейчас Поспокойнее Клавиши на Легендарном И чертовой Были прекрасные До сих пор Мурашки Но В СДК У нас Каждому инструменту Подход Очень серьезный У нас Прекрасный Сам Продюсер Который Очень трепетно И очень тщательно Работает Над Звучанием Каждого инструмента Как дела Слушай Карантинничаем Что делать еще Вот Значит Твоя красота Как вам Песня Богиня И спал Не понял Ребят Ну песня Богиня Это По мне Так очень Крутая Песня Вот Она Немножко Не агата Скажем так Ну как бы По стилю Что ли Как его Там вообще Сложно определить Если там Сочетание Вот Мне песня Очень нравится И по смыслу И по И по содержанию И по форме Боня Не скули Кроме гитары И клавиш Ни на чем Играешь Ну опять же Такой термин Как играешь Да Играешь Учусь Играть Ну Фавориты Клавиши И гитара Ну и голос Фавориты А видеоряд К богине Вашего авторства Нет Видеоряд К богине Ни моего Авторства Вот Там был вопрос Про чудеса И про никогда Про Еще раз Если Не сложно Пропустил Запись Будет Богине Там тоже На бок Локали Про богиня Ничего не могу сказать Но я думаю Будет Раз она Заявлена Рано или поздно Она выйдет Так и сейчас Не Агата А богиня Шикарная Еще бы в студийке Не вы одни Скажем так Ждете Все ждут Вот Надо еще попробовать Вот эту историю Как Я вчера видел Наш Друг Сашка Ядов С кем-то общался Экран пополам Для меня это новая тема Абсолютно Вот Кого-нибудь В эфир пригласить Да Например Можно Из вас Можно Кого-то специально Попросить Например Почему ты абсолютно На всех песнях На бэк-вокале А В песнях Агаты Кристи Я Никакого А как вы себе Представляете В песнях Агаты Кристи И я не на бэк-вокале Я имею ввиду Что Главнее И в общем-то Это неправильно А как Вот в своих песнях Я буду точно Не на бэк-вокале Хороший вопрос Но Такой он Смешной Ребят Вадима Сами Сами зовите Вадима Чтобы он Свои сольные Потому что Ну Я думаю Что Какая-то Вот сейчас Более-менее Онлайн Интернет Активность Она будет Ото всех Исходить Потому что Люди Принудительно Скажем так Сидят в каких-то Своих Пространствах Своих А делиться Чем-то И общаться Нужно Да Людям Которые Занимаются Музыкой Которые Творческие Им Обязательно Нужно Общаться С людьми Вот Кто-то Это делает Для хайпа Кто-то Это делает По зову Сердца Скажем так За себя Могу сказать Что Мне В этот период Не просто По той Простой причине Что Вот С собакой Мы сидим Да Не поговорить Даже ни с кем Вот На улицу Иду За этим Кусочком счастья Скажем так Сходить С кем-то Поздороваться Там Потому что Реально Люди Все засели По домам А переписка Это же Просто переписка Вот Голосом Когда общаешься Вспоминаешь слова Которые забыл Как произносится Давай Сашу А потом Володю И Диму Вот это вот Реалистичнее Мне кажется Опять Не вижу Вот Ты пишешь Что песня Классная Мои видео Ютуб Кать Да ты не парься На эту тему Ты же знаешь Кто Этим занимается А до Вадима Не донести Наше желание Пообщаться Но вы знаете Сейчас ему Вообще Решение Только он Принимает Потому что Он находится У себя Дома Умам Вот И тут Стучись Не стучись Ну Возможно Кто-то Из смотрящих Наш С вами эфир Ему Скажет Об этом Привет из Саратова Привет Саратов Вадим вообще Ушел в тень До него не достучаться Ну Каждый имеет Право Налево Скажем так Романовича Можно позвать В эфир Конечно Я думаю Да сделаем Не Я думаю Конечно Первые эфиры Будут С нашими С нашими Ребятами Ну Как бы Это Логично Сейчас провели На онлайн обучение Музыкалки Это вообще реально Чему-то обучиться Вот не знаю Вот реально Мне кажется Что когда Теорию Еще можно выучить А практика Это практика Должен Руку поставить Там Как-то упражнения Какие-то Кто-то должен контролировать Ну ребят Я не могу За Вадима Вам отвечать Вернется он Он в онлайн Не вернется Вот Весь Весь СДК А вы кстати Не в курсе Здесь можно Не с одним человеком Эфира А с двумя Например Или с тремя Было бы конечно Хотя я слышал Есть какие-то программы Что нужно Чуть ли не Репетировать онлайн Вот Как-то так Обязательно передадим Слава Можно Что можно Слава Можно с двумя А можно Понял Значит будем пробовать Приглашать Можно с двумя Выйти в инстаграм И с тремя Нельзя Женя Говорит по другому Женя Расскажешь потом Города Норильск Очень скучает Мы по Норильску Очень скучаем С двумя Круто было бы Саша и Роман Да можно и по отдельности В принципе Это мы будем Друг друга перебивать Все таки такая тема Так что Под Под Вот той фоточкой Которую я сегодня Выложил Вы к следующему эфиру Вернее Под ним Под этой фотографией Пишите Может быть Какие то ваши пожелания Какие то вопросы Я обязательно Подготовлюсь К следующему Эфиру И По мере возможности Сделаю Красиво Это все Только вам нужен Магнитофон Парус для записи Слова Обязательно С тремя зум Да я слышал Что вот этот зум Он позволяет Но это Не про нас Сейчас Не про вот этот Вот эфир Вот Бишкек скучает Привет Бишкек В Омск Приедете Бишкек Вопросов много У всех Ребята Не стесняйтесь Задавайте Комментарии В инсте Открыты Вот Ижевск скучает Вопросов много Такие Ну а Как-то Я думаю Продолжим В такой вот форме А когда планируешь Следующий эфир Ну сейчас Пройдет вот этот Посмотрим Что из этого Получилось Вот И Сделаю Предлагаю Марафон С утра до вечера Стыковый эфир Ребята Смоленск Привет Ребят Ребят Ну что Наверное будем Закругляться Потихонечку Помните Песню Которая была В самом начале Скажите Москва Капец Скучает Давай еще эфир В студийной работе Принимает участие Весь коллектив И ждать ли Ваших студийных записей А вот на этот вопрос Ребята Я вам отвечу В следующий раз Кто-нибудь помнит Которая песня была Песня которая была В самом начале Под гитару Хотел показать вам Уже Немножко ее Аранжированную В Тагиле нет карантина Можешь приезжать В Тагиле Может и нет карантина У нас карантин Здесь Здесь Из дома Ты далеко Отойдешь И Такие какие-то Истории Придумали Бредовые Вот пока Сидим Не я прекрасно понимаю Что Что вот это вот Людей посадили По домам Чтобы прервать Цепочку Общения Вот это все логично И выхода другого нет Это на самом деле Так и есть Но Это не оформлено Юридически Скажем так правильно И все как хотят Трактуют Вот эту всю историю Вот Ну ладно Вот этот Вот эта корона Уже вот здесь Вот у всех Очень печальная Конечно история Но то какое Значение ей Эта история Уделяют Средства массовой информации Там и так далее Конечно настораживает Очень пугает И очень много Противоречивой информации Приходит По поводу того Что в этот момент Сейчас на самом деле происходит Вот Всем здоровья Ребята Берегите себя Своих близких Родных Не болейте Не болейте Не болейте Тут ты раньше Андрей Давай скорее Тут ты раньше Вышел Ну да Все ребята Давайте Всем всего доброго Пишите под фотографией Что О чем хотели бы В следующий раз Пообщаться И я наверное Буду учиться Этому Вот Что пел Смотрю не сначала Что пел Не слышал Блин Даже не знаю Ну в эфире Потом посмотрите Вот А я пока включу Звук Я не знаю Какой хороший Получится Не хороший Но я попробую Все таки Наладить В будущем Звук Чтоб качественный Шел Это надо будет Придумать Как то А пока Запущу Вот так Вот как есть Ребята Спасибо большое За эфир За то Что пришли Вот И строго Не судите За песню Она Хорошая Всем пока Вы тоже Себя берегите Где-то на краю земли Жил один чудак Он не верил никому Делал все не так Говорили про него Что кому-то друг Кому-то враг Так он жил наперекор Всем законам И богам Горная река Бурное течение Был на облаках А теперь падение Ты так быстро поднимался Ну так же быстро упал То чем раньше гордился Навсегда потерял Ты убегаешь в пустоту Я провожаю тебя Ты был все время там наверху А теперь ты далеко Далеко Новая мечта Старые понятия Был на облаках Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok